МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соответственно, все равно работаем по заявкам. Соответственно, где заявка есть, данная территория будет отрабатываться. По заявкам и на плановые рейды по Кирову начали выезжать специалисты по отлову бесхозных животных. Почти чрезвычайная ситуация с бешенством вынудила городскую администрацию заключить срочную сделку. Тем временем областное правительство объявило карантин во всей заречной части города. Не осилили сами, продают другим. Недостроенный спортивный комплекс терраспорт, выставлен на продажу за 200 миллионов рублей. Призывал к терроризму. В Котельниче задержали сторонника, запрещенные в России организации ИГИЛу. В квартире при обыске нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы и 70 патронов. Погода летная. В ближайшие дни Синоптики обещают опасный перепад. Температура днем будет плюс, к вечеру минус. Кировчан призывают быть осторожнее. В зеркале не я, в зеркале другая женщина. Хочу после проекта личную жизнь, бурную. Вернуться в свои 21 год. 50 килограмм. Мамочка какая я была, господи. Худеют на спор ради мужей и чтобы стать примером детям. Кастинг на участие в проектах по ходу дела состоялся. Как выбирали новых героев, за преображением которых будем следить теперь всем городом. О главных событиях понедельника 20 февраля расскажет информационный канал Город. Студия Артема Паникаровских. Здравствуйте. Домашним животным запрещено одним гулять на улице по заявкам и на плановые рейды. По Кирову с сегодняшнего дня начали выезжать специалисты по отлову бесхозных животных. Почти чрезвычайная ситуация с бешенством вынудила городской администрации заключить срочную сделку с подрядчиком. Тем временем областное правительство объявило карантин во всей заречной части города. В окрестностях Кирова специалисты продолжают раскладывать специальную вакцину. Кроме того, объявлена и борьба с крысами. Специалисты говорят, что только в областном центре каждые две недели происходят новые случаи бешенства. Соответственно, все равно работаем по заявкам. Соответственно, данные, где заявка есть, данная территория будет отрабатываться. Ветеринар Олег Абрамов уже расчищает от снега клетку для уличного отлова бесхозных животных. По заказу городской администрации этот пункт временного содержания начал участвовать в срочной профилактике. Задача не просто отрабатывать каждый звонок от очевидцев свор собак, но и отправляться в плановые рейды. Опасная ситуация с бешенством в городе вынуждает. Ну, на данный момент здесь содержатся волонтерские собачки. То есть, Денис Валерьевич работает с ними, старается поддерживать отношения. Но во время, если отлова, то, как правило, явно домашнее животное, уже которое более к себе подпускает и все. То есть, более теплые и хорошие условия создаем. Ну, а, соответственно, остальных садим в уличные вольеры. Несмотря на то, что отлов по заказу администрации должен начинаться только с сегодняшнего дня, половина вольеров уже заняты собаками. Потеряшек в питомник привозят волонтеры. Единовременно этот пункт может содержать до 50 бесхозных животных. На территории питомника два теплых помещения с вольерами и одно уличное, явно бродячих, помещают именно сюда, в неотапливаемое помещение. А здесь уже явно с улицы собачки. То есть, кто трусливая, три вольера вот таких вот. У них один общий выгул. И в порядке очереди. Один открыли, вольер. Собачки отсюда сходили погулять, те два закрыты. Соответственно, потом пришли, мы их закрываем, следующий вольер открыли. Олег Абрамов признается с подозрением на бешенство. За последние два года собак сюда не привозили. Каждый на входе в обязательном порядке обследует так называемый государственный ветеринар. Он и определяет, как дальше поступить с питомцем. Непосредственно после отлова государственного ветеринарного специалиста смотря вот этих животных и принимает дальнейшее решение. Или собачка на карантин помещается, или просто на содержание, или на наблюдение. Если она агрессивная даже, то за собакой осуществляется несколько дней наблюдения. Ввиду опасной ситуации в городе с бешенством, во внимание отловщиков попадают и явно домашние питомцы. С ошейниками, просто гуляющие без надзора. Особый режим теперь действует и в отношении хозяев таких отловленных животных. В связи с угрозой распространения бешенства, все животные, которые находятся на свободном выгуле на территории муниципального образования города Киров, будут отлавливаться. И в связи с этим, после предъявления своих прав на животных, они должны будут, во-первых, понести административную ответственность, которая предусмотрена законом Кировской области. И кроме этого, они будут возмещать затраты производителя работ на отлов и содержание данного животного. Вячеслав Семаков уточнил, за срочность был вынужден заключить прямой договор с отловщиками 100 тысяч рублей на 100 собак. Если понадобится больше, в администрации готова заключать новые договоры, тем более во внимание кировчан. Своры бродящих псов или подозрительно смелые лисицы стали попадаться в последнее время заметно чаще. Например, вот эту на трассе очевидцы с дороги прогоняли насильно. Сейчас на особом контроле у специалистов вся заречная часть города Кирова. Где-то здесь, в окрестностях Слободы-Дымково, 11 февраля лисица, зараженная бешенством, укусила ребенка. На данный момент наверняка известно то, что ребенок проходит амбулаторное лечение в антирабическом отделении центра травматологии. После того случая специалисты рекомендовали всем тем, у кого есть домашние животные, привить их от бешенства. С сегодняшнего дня в заречной части по распоряжению областного правительства вообще объявлен карантин. Ветеринары явно подготовились. Накануне приезжали сюда, чтобы привить всех домашних животных. Приезжал сюда... Вчера, вчера. А, приезжали там ветеринары или кто? Да, ну, со службы с ветеринарной. Ну, бесплатно все сделали. Много ли было, кто пришел привить? Ой, я не знаю, ходили по новам, по улицам. Кроме заречного парка, карантинной зоны еще 3 февраля. На 60 дней объявлена и территория Слободы Симоновщина в Коминтерне. Лисица там могла заразить много домашних животных. Все они привиты, а территория продезинфицирована. Кстати, еще в прошлом году специалисты показывали наглядно, что очаги бешенства перемещаются с востока области на запад. В последние годы явно сдержавшись на территории областного центра. Ветеринары уже начали раскладывать специальную вакцину в лесах вокруг города. Сегодня стало известно, что в борьбе задействованы также специалисты зеленого хозяйства и подрядчики, отвечающие за полигоны ТБО, в частности, в поселке Костин. Артем Панекаровских, Никита Ребенков, информационный канал «Город». Не осилили сами, продает другим на одном из сайтов бесплатных объявлений. Появилась информация о продаже недостроенного комплекса «Терраспорт». Объект назван как помещение свободного назначения, что и стало поводом для бурного обсуждения в соцсетях среди кировчан. Якобы недострой может превратиться в очередной торговый центр. В объявлении указано, что готовый на 59% объект можно купить за 200 миллионов рублей. Указан объем необходимых средств, чтобы достроить и запустить спорткомплекс. Это еще 150 миллионов. В числе преимуществ отмечено удобное расположение и наличие подъездных путей. Но, по мнению кировчан, это идеальные условия и для открытия очередной торговой площадки. Правда, городские власти заверили, в этой зоне якобы по определению не может быть никаких магазинов. В данном случае мы говорим о том, что объект незавершенный находится в зоне Р-5, который говорит только о спортивных объектах, если это объект капитального строительства. Торговли там нет, нечто иного, там коммерческого назначения тоже нет, только спорту. Сам факт продажи насторожил активистов Общероссийского народного фронта. Они пообещали проверить, есть ли вообще у застройщика право продавать этот недострой. Возможно продажа, невозможно. Мы тоже сейчас пока сказать не можем. Мы будем делать запросы в областную администрацию, чтобы уточнить этот факт. Возможность такая существует или не существует. Стоит отметить, что объект вызывал много споров еще до начала строительства в 2014 году. Тогда местные жители также опасались, что сквер возле дворца пионеров отдадут под торговые площадки. Открыть терраспорт, как планировалось в позапрошлом году, не удалось, якобы из-за кризиса. А в 2016 строительство заморозили вообще. Комиссию в 4% при оплате школьного питания с транспортных карт признали законной. А в Киевском цирке будут проходить теперь не только представления, но и киносеансы. Об этих и других новостях далее эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Комиссия при оплате обеда в школьных столовых с транспортной карте законна. Дополнительную плату в 4% за использование электронных проездных при покупке еды ввели еще в январе. Тогда же этим заинтересовались прокуратуре. В ходе проверки установлено, что комиссионная плата законом не противоречит. Использование транспортных карт не обязательно, а при оплате наличными больше цены отдавать не придется. Чистка крыш должна проходить экстренно и в ручном режиме. В городской администрации в очередной раз отчитались об итогах уборки снега и льда в скровель. За неделю работы прошли почти на 700 объектах. Но с учетом сильных снегопадов некоторые работы придется проводить заново. Тем временем с улиц города продолжают вывозить снег. За минувшие сутки его объем превысил 1200 кубометров. Работы велись на улице Московской от Вечного огня до Казанской. А также точечно по городу, то есть на участках с ограниченной видимостью. Это перекрестки и пешеходные переходы. В Кировском цирке пройдет социальный киносеанс. 24 февраля ветераны войн и участники боевых действий, а также солдаты срочной службы смогут абсолютно бесплатно посмотреть фильм «28 панфиловцев». Стоит отметить, что оборудование для показа фильма в цирке установили в рамках социального проекта «Доступное кино». Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Призывал к терроризму. В Котельничье задержали сторонника, запрещенные в России организации ИГИЛ. В квартире при обыске нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы и 70 патронов. Погода летная. В ближайшие дни Синоптики обещают опасный перепад. Температура днем будет плюс, к вечеру минус. Кировчан призывает быть осторожнее. В зеркале не я, в зеркале другая женщина. Хочу после проекта личную жизнь, бурную. Вернуться в свои 21 год. 50 килограмм. Мамочка какая я была, господи. Худеют на спор ради мужей и чтобы стать примером детям. Кастинг на участие в проекте «Похуделло» состоялся. Как выбирали новых героев, за преображением которых будем следить теперь всем городом. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Призывал к терроризму. В Котельниче задержали сторонника запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире уроженца Ингушетия при обыске нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы. Стоять, молитвы! Стоять! На землю! На землю! Руки за спину! Задержание проводили сотрудники ОФСБ. Поводом стали публикации в социальных сетях со сценами убийств, кадрами боевых действий. Призывами присоединиться к террористической организации в квартире задержанного при обыске. Нашли компоненты для изготовления самодельной бомбы и 70 патронов. Сейчас решается вопрос возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения. Конфликт после лобового столкновения устроили участники ДТП на улице Преображенской на перекрестке с улицей Карла Маркса. Девушка-водитель ВАЗа 14-й модели врезалась в автомобиль такси Киа. После удара как минимум трое человек получили травмы. Однако пока ехала скорая, один из пассажиров иномарки решил разобраться с вероятным виновником аварии. Все подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. В такси, кроме водителя, ехали 4 пассажира, в том числе семья с ребенком. После удара глава семейства решил разобраться с вероятным виновником ДТП. Поддержите вот этого, б***ь, накидывается на меня. Потому что у него ребенок сидел. Так и что ребенок? Ничего! По данным ГИБДД, после этой аварии трех пассажиров Киа-Рио госпитализировали. Остальные участники ДТП за помощью медиков не обращались. Утром 20 февраля в пожаре на улице Горького пострадали два человека. Как выяснилось, мужчина перепутал канистры из машины в квартиру вместо воды. Он принес бензин и передал его жене. Та над газовой плитой стала наливать бензин в чайник. В итоге произошло возгорание. Отрабатываются все причины случившегося. Но основной является неосторожное обращение с огнем при работе с горючими жидкостями. Сотрудники пожарного надзора в очередной раз предупреждают о соблюдении элементарных требований. В Зуевском районе арестован пенсионер Анатолий Фролягин, который облил свою сожительницу бензином и поджег ее. По данным следствия, весь день пожилые сожители выпивали, а вечером алкоголь закончился, но обвиняемый требовал продолжения банкета и просил деньги у потерпевшей. Та отказала, тогда мужчина сходил за бензином. Бензин вот так было, вот я плесканул. Как плесканули, вот покажите. Вот так вот. Один раз? Один. Следователями следственного комитета назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая. Пенсионеру Фролягину грозит до 15 лет тюрьмы. Погода летная. В ближайшие дни синоптики обещают опасный перепад температур. Днем будет плюс, а к вечеру легкий минус. А значит, на дорогах и пешеходных зонах гололед. Кировчанам стоит быть осторожнее. Вот тут у меня прямо треснуло, понимаете? Прямо вручную. Это видео появилось в социальных сетях в эти выходные. Кировчанка упала на остановке на улице Ленина и подняться самостоятельно уже не смогла. Очевидцы вызвали скорую помощь. На видео заметно, что участок на остановке весь во льду. Сегодня утром, правда, здесь только лужи и снежная каша, как, впрочем, и во всем городе. В этом и опасность. Последневной плюсовой температуры вечером и ночью будет подмораживать. Посыпать песком бесполезно. Коммунальщики должны вычищать такие участки полностью от снега, чтобы не образовывалось наледь. Но расчищает, судя по всему, выборочно. За три дня в больницу с травмами из гололеда обратились несколько человек. Женщина, которая упала на остановке, как нам сообщили в Минздраве, госпитализирована с переломом. Худеют на спор ради мужей, чтобы стать примером детям. Кастинг на участие в проекте «Похудела» состоялся. Не обошлось без слез, сложного выбора и обманутых надежд. Как выбирали новых героев, за преображением которых теперь будем следить всем городом, расскажет Ольга Шмырина. В общей сложности в двух сезонах проекта «Похудела» пыталось принять участие 150 человек. И насколько пришло на кастинг, сегодня, как видно, толпа. Понятно, на кастинг третьего сезона проекта «Похудела» пришло не меньше 40 человек. Кастинг стартовал. Конкурс, 4 человека на место. В проект попадут лишь 12 человек. Никакого блата приоритетов по возрасту и профессии. Шанс есть у каждого. Я хочу похудеть. Кем мы работаем? Акушеркой. Машинист электровоза. Парикмахер. Директора краеведческого музея. Массажист. Мы продаем квартиры. Крановщица. Прийти сюда для подавляющего большинства – одно из самых сложных решений в жизни. Признаться себе, что нужна помощь. И заявить на весь город – у меня лишний вес. Впрочем, многим и здесь стоило помогать. Кошмарно. Много веса. Вес не скажу. Ай, не надо отвечать. Отвечаете? Нет, нет, я не хочу на это отвечать. А на ушки? Давайте на ушки ко мне. 108. А, ну че? О чем здесь не стеснялись говорить, так это о причинах, которые привели на кастинг. Роман хочет стать примером для сына. Бухгалтер Ольга мечтает о профессии фитнес-тренера. Эксприма балета «Пышка» грезит вновь выйти на сцену. А Мария и вовсе настроена сбросить минимум 10 килограммов. И ровно за два месяца. Дату свадьбы не сдвинешь. А мужа иностранца удивить хочется. У каждого здесь свой стимул. В зеркале не я, в зеркале другая женщина. Хочу после проекта личную жизнь, бурную. Вернуться в свои 21 год. 50 килограмм. Мамочка какая я была, господи. Муж, господи. Что, пора бужу худеть? Тяжело. Впрочем, мотивации мало не бывает. Поэтому в зале ожидания потенциальные участники вызывали на спор уже выпускников похудело. Ну, я могу поспорить. Разбивайте. Ну, что спорим-то? На минус 30. Хорошо. Разбивайте. Разбивайте. Били по рукам и с журналистами. Потом приседали, доказывая, что готовы на все. А еще, мягко говоря, просили не сбивать с намеченного пути. Ну, а почему тогда ты не полная, худенькая? А под конец, когда шел уже четвертый час кастинга, и вовсе дружелюбно угрожали накормить. Оператора накормить. Посмотри, что-то стоит, уж еле-еле сядь, держит. Держись, дружище. В следующий раз приду с пирогами. Впрочем, о еде участники кастинга вспомнили уже через 10 минут после начала. В кафе, где все проходило, кто-то сумел съесть пиццу и не попасть в объективы камер. В кадре же разговоры исключительно о правильном питании. Не, меня сложно соблазнить. Я не вижу тут овощей-то где-то. Пицца, смотрите. Не, не, я не ем пиццу. Серьезно говорю, я не ем пиццу. Почему? Не полезно. Соблазнялись, добавлю, не только меню. Перед членами жюри, не обремененные отношениями дамы, буквально теряли дар речи. А после, уже за пределами их видимости, смущаясь, все же подбирали слова. А мужчина в голову фитнес-тренер. Хороший, хороший. Ну, в моем вкусе. Ну, такой высокий, да, вроде? Ну, как? Такой крепенький, да. А если тренером станет? О, я только за. А вот члены отборочной комиссии удивлены были количеством участникам и возрастом. Проект в этом отношении стал старше. И что особо подчеркнули, тяжелее. Вес большинства претендентов далеко за 100. Рекордом стала отметка в 207 килограммов. Было на одной женщине и на мужчине, что не хватило 150. Не хватило, да, сантиметра. Очень, конечно, надеюсь, что они тоже попадут в проект. И в конце проекта сантиметра обязательно хватит. Сейчас наша задача из вот этого вот огромного количества людей, которые могут, хотят и подходят нам действительно, выбрать тех, кому мы больше всего нужны. И тут вот действительно без обид. Мы всегда, мы всегда стараемся выбирать по принципу вот этому человеку мы действительно нужны. Мы можем ему помочь, больше ему никто помочь не может. И в конце выпуска прогноз. Погода на завтра с ним воспознакомит Алена Матвеева. Куры кудахчут к снегопаду. Гуси бьют крыльями и купаются в снегу. Кот тепели. А чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 21 февраля в Кирове ожидается пасмурная погода. Снег днем и ночью плюс 1 градус. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 724 миллиметра артутного столба. Удачного вам вторника! Таким был этот понедельник, 20 февраля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи!